Я к тебе обратилась по имени Лена, но все равно попрошу тебя отдельно представиться, как тебя зовут и из какого-то города. Я Елена, я Семена Бежевская. Здорово. Ты приехала на ретрит в Сочи Светланы Лавровой и после ретрита поехала на перезагрузку. А почему приняла такое решение, что ты поедешь и на ретрит, и на перезагрузку, что сразу с одного мероприятия на другое? Как тебе пришла эта идея, что для тебя это здорово, классно, вообще? Чтобы был плавный выход, правильный вход и правильный выход. И Красная Поляна, и вот это вот место, ну вот так вот решила. Не знаю, как-то так. Ну ты была первая, кто зарегистрировался, ты прямо написала мне в тот же день, как только я выложила информацию, что это мероприятие, оно будет, ты сразу мне написала? Ну у меня даже сомнений не было, ну во-первых, как бы ехать так далеко, да, за две тысячи километров, и приятно с полезным совместить, и такое продолжение, прямо, если честно, я не ожидала, что так получится, вот так вот выстроилась, очень любопично. то есть тебе понравилось, что кроме ретрита у тебя еще в лице перезагрузки появилась возможность как-то посмотреть природу Сочи и отдохнуть, я правильно поняла? Да, конечно, у меня совпало это с отпуском, и поэтому тут вообще без вариантов. Давай поговорим про формат перезагрузки, чем он для тебя отличается от формата ретрита вообще в принципе? Ну, есть ощущение разницы, что было в Сочи у нас на районе, или что здесь происходит? Ну да, разница даже в том, что группа совсем другая, да, то есть и количество человек поменялось, соответственно, у нас на поле тоже, тоже было такое наработанное за 3 дня, а здесь как бы, ну, мы тоже, я так думаю, дали свою базу, да, наработанное, и люди вышли уже в такое наработанное поле. Ты имеешь в виду новые, которые присоединились, да? Что они присоединились уже в это поле мощное, да? Да, да, да. То есть прямо даже перерыва у нас не было, плавно перешло, и дня-то не было перерыва, вот. Ну, формат только в том, что там у нас каждый день только мы утренним вечером на литрите, а здесь раз в день, допустим, и, ну, то есть поменьше времени это занималось. А остальное время, препровождение, как бы у тебя прошло? Я на отдыхе, я на чили. Ладно. Мне все нравится, и вот это состояние такое, знаете, немножко, конечно, непонятно на данный момент, и не совсем отдых, как обычно, да, понятно, что вот информация поступает, знания. Угу. Вот. И вот эта вот такая синергия, что ли, родилась. Вот это так. А давай поговорим про отдельные этапы, мероприятия, перезагрузки на поляне, про поход в горы. Как он для тебя открылся? Ну, часто ли ты ходила в горы до этого? Была ли на Кавказе? Купалась ли в купелях или на дольмены? Вот эти все явления, они, как же у тебя впечатления поделись? В горах Кавказе я, наверное, была, ну, я была раньше. Именно в этом месте, естественно, я была первым разом. И в горах ходили у нас на Урале. Вот. В источнике купалась, здесь купалась первый раз. Я даже, когда туда пошла, я даже не могла себе представить. 80% я думала, что я не зайду в воду и даже... Ну, короче, я не катывалась. И там как-то так получилось. Вот это вот пространство, можно сказать, пространство и люди. Вот эта аура вся подтолкнула, что ли, искупаться на этих источниках. Это вообще был первый опыт у меня в моей жизни, чтобы я так могла грузиться в воду. Я не знаю, сколько там градусов было. 6-8. Ну, холодная очень рада была. Я, если честно, я шла сама и я думала, что ну я оставляю 5% на то, что я буду купаться. Вот такое было настроение. Но когда я там оказалась, все развивалось иначе. Для меня холодная вода, это прям вообще есть закаляться много. Я поняла, насколько это полезно. И тем не менее, для меня это была какая-то такая преграда. И я ее преодолела. Вот горы. Видимо, я люблю горы, обожаю горы, путешествия. И работа такая замечательная была, когда мы ходили в горы. Но все сложилось. Опять, как пространство выстраивало, пространство выстраивало. Это пространство выстраивало. Мы хотим сказать, что мы сами формируем мир вокруг себя. И те события, которые с нами происходят. Как тело реагирует на природу, на горы? Вообще, на поле Светланы, на поле ретрита. Твое тело какие-то есть? Может быть, наблюдения, которыми ты хотела поделиться? Вообще, я обожаю природу, находиться на природе. Меня прямо она исполняет, наполняет, перегружает, трансформирует. Вообще, вот, солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. Да, воды нам хватило. Особенно с неба. Да, и очень нравится находиться в поле Светланы. Вот она прямо, как вибрация. Мне очень понравилось. Очень нравится. Она такая спокойная. Как я думала, что, наверное, это все-таки, как я. То есть, своего рода зеркало, да? Скажи, а какое качество Светланы тебя привлекло, что ты приехала именно к ней, учитывая ту обилие мастеров, ретрита, всяких там событий, которые сейчас предлагаются людям? Вообще, как произошло твое знакомство с ней? Почему Света? Раскрой, пожалуйста, поподробнее вот этот момент. Не знаю, просто чувствую и все. Я даже не могу это словами выразить, чем она меня. Знаете, вот таким спокойствием, какой-то глубиной. И вообще с вами очень сложно мне объясняться, отражаться. Просто скажу, я чувствую. Чувствую, что тебе будет нужна. Что это мой человек, мне интересно с ней. И послушать ее видение на мир, вообще на все, что сейчас происходит, вот эти вот изменения, то, что вот все говорят об изменениях, вибрациях Земли. И в общем, это любопытно. Вот как-то так. Скажи, а если, например, кто-то из ребят нас сейчас смотрит и думает, классная ли эта идея приехать просто на перезагрузку вместо ретрита? Или все-таки ты рекомендовала бы приезжать на эти мероприятия как на что-то единое? Насколько это эффективно приехать только на перезагрузку? Учитывая, что здесь вот, да, мы больше проводим время на природе, чем в зале. Как ты можешь прокомментировать? Ну, ты имеешь в виду и так, и так. То есть, такой вариант, как у меня был. Ретрит. Так, мы с тобой остановились про формат перезагрузки. Насколько это... Сейчас, подожди, я еще раз спрашиваю. Просто, когда вы делаете звуки швабры, у меня как раз мне приходится заново записывать вопрос. Вот тебе пять минуточек, боже, у вас не дайте нам. Сейчас, прям пять минуточек. Отключилась? Нет, я просто сейчас вот так вот сделаю, чтобы мне было проще потом отрезать. Лен, формат перезагрузки. Кто-то из ребят, возможно, нас сейчас смотрит и думает, стоит ли ехать, например, только на перезагрузку? Или же, например, как ты это видишь? Это и только единая поездка вместе с ретритом как продолжение. Как бы ты могла вообще прокомментировать? Стоит ехать только на перезагрузку? Или рассматривать стоит только сразу два мероприятия в связи? Нет, конечно же стоит. Имеет место быть и тот, и другой формат. Как у меня получилось, да? Вот это просто как такое пролонгированное, да, получилось мероприятие. И я даже поймала себя на мысли, что можно даже просто, вот если у тебя есть свободное время и возможности, ты можешь просто приехать на перезагрузку. Это тоже клево. Это прямо классно на природе перезагружаться. Я говорю, вот еще раз для меня это прямо вообще все. Я только природа, мне кажется, и восполняюсь. Это название для тебя соответствует тому, что здесь происходит? Перезагрузка? Перезагрузка, конечно. Мне кажется, по-другому это никак не... Ну, в моем мире, в моем понимании, не только так и никак иначе. Как тебе наша банька краснополянская в горах? Ну, это было тоже первый раз в моей жизни. Баня в горах. Это что-то прямо мне пересказать. И купели вот эти вот, и дождь, в которой вчера весь дверь был, не останавливаясь, прямо он ушел. И купели под открытым небом. И вот такое соединение с природой было. В горах этот горный воздух. Я говорю, что это не передать, не словами. Нужно просто вот на самом деле приехать и почувствовать себя. Мы же с тобой вместе сидели в этой горячей ванне. Купельчан. Купель, да. И у нас просто проливной дождь шел сверху. И это было так странно, что мы сидели в горячей воде. Да-да-да. А сверху шел вот этот вот, ну, прохладный, такие жирные, большие, мощные капли дождя. У меня на самом деле тоже был такой первый раз. Что я как бы сижу в воде, и у меня тоже сверху падает вода, и все в воде. Ну, при этом все очень комфортно. То есть, ну, как-то что-то как разрыв шаблона. Что я под ливнем, но при этом мне тепло и комфортно. И вот какой-то мозг тоже не понял вообще, что происходит. И горы вокруг, это прям вообще фантастика такая. Да, это было удивительно. Лена, с чем ты уезжаешь? Скажи мне, пожалуйста, домой. У тебя есть какие-то твои инсайты, открытия, ну, на тонком плане, в твоем внутреннем мире? То есть, кроме вот отдыха и всех этих приятных впечатлений, процессы твои внутренние? Как дела в этих процессах? Ну, мне сейчас, наверное, трудно будет еще как-то вот это выразить словами, как обычно, да. Мне просто хорошо. Вот я прям рада в своем душе. И несмотря на ту погоду, да, такая вот у нас сегодня второй день идет дождик. Сегодня уже чуть поменьше. И я тоже обожаю дождь. И прям вот, ну, знаете, вот все для меня. Одним словом, мне понравилось вообще все. Это очень приятно слышать. Я тебя благодарю за этот отзыв. Может быть, есть что-то, о чем я не спросила, но о чем бы ты хотела сказать? Я просто хочу поблагодарить тебя, Галина, за сопровождение, за организацию. Светлану, конечно же, отдельная благодарность. И за нашу группу. И за все, кто с вами был. И за все, кто со мной находился на этой дне. Всех люблю и всех благодарю. Спасибо. Спасибо.